Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! И рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класса автора Мерзляк-Полонский и Кер под номером 164. Нас просят найти значение выражения. Итак, выражение по цифре 1 х квадрат минус х в кубе, если х равно 0,1. Итак, подставим вместо х 0,1 и найдем значение числового выражения. У нас получится 0,1 в квадрате минус 0,1 в кубе. Для того, чтобы 0,1 возвести в квадрат, нам нужно 0,1 умножить на 0,1. У нас будет два множителя, каждый из которых 0,1. Для этого мы 1 умножаем на 1, это 1, и отделяем запятой два знака, потому что у каждого множителя по одному знаку после запятой всего два. Будет 0,1. Минус. Теперь мы 0,1 возводим в третью степень. 0,1 в квадрате – это 0,1. И еще умножаем на 0,1. 0,1 в квадрате – это 1, и на этот раз у множителей три знака всего после запятой, поэтому отделяем три знака. Получаем 0,1. 1, 2, и 3. Три знака после запятой – 0,001. И теперь нам нужно от 0,01 вычесть 0,001. 0,1. 1, уравниваем знаки после запятой – 0,001. От 10 вычитаем 1, это 9. Здесь уже 0. От 0 вычитаем 0, это 0. Сносим запятую. От 0 отнимаем целых, отнимаем 0,001. Получаем 0,009. Значение выражения по цифре 1 при х, равном 0,1, мы с вами нашли. Теперь по цифре 2. Наше выражение имеет вид 15а в квадрате. И известно, что а равно 0,4. И тогда, если а равно 0,4, то мы получим с вами числовое выражение. 15 умножаем на 0,4 в квадрате. 15 умножить 0,4 в квадрате – это произведение двух множителей, каждый из которых равен 0,4. 0,4 умножаем на 0,4. 4х4 – это 16. 2 множителя у каждого по одному знаку после запятой. Всего 2, значит, отделяем 2 знака. Получаем 0,16. И теперь нам осталось перемножить эти два числа. Переставим их местами. И 0,16 умножаем на 15. Умножаем 16 на 5. 6 у 5 – 30. 0 пишем, 3 запоминаем. И 5 у 1 – 5. Это и запоминали, это 8. 16 умножаем на 1 – это 16. Складываем. Сносим 0. К 8 прибавляем 6 – 14. 4 пишем, 1 запоминаем. И к 1 прибавляем 1 – это 2. А теперь нам нужно запятой отделить два знака. Мы знаем, что 0 после запятой на конце можно отбросить. Получаем 2,4. По цифре 3. Наше выражение – х минус 1 в пятой степени. И если х у нас равен 0,8. А у равен 0,6, то мы получим с вами числовое выражение. Вместо х подставляем 0,8. Вместо у подставляем 0,6. И в пятой степени. От 0,6 вычитаем 0,6. Получаем 0,2. Итак, это 5 множителей, каждый из которых равен 0,2. Для того, чтобы перемножить эти десятичные дроби, нам достаточно 2 умножить само на себя 5 раз. 2х2 – 4. Еще 2х2 – 4. 4х4 – 16. Еще остается умножить на 2. Получаем 32. У каждого из 5 множителей по одному знаку после запятой всего 5. Значит, отделяем запятой 5 знаков. Раз, два, три, четыре, пять. И запятаем. Получаем 0,32. По цифре 4. Выражение у нас а квадрат b в кубе. И нам предлагают найти его значение, если а у нас равно 0,6, а b равно 0,5. Подставляем и получаем числовое выражение. 0,6 в квадрате умножить на 0,5 в кубе. 0,6 в квадрате – это произведение двух множителей, каждый из которых 0,6. Для этого 6 умножаем на 6 – это 36. У каждого множителя по одному знаку после запятой всего вместе 2. Отделяем два знака. Получаем 0,36. 0,5 в кубе. Для этого 5 умножаем на 5 – 25. И 25 умножаем на 5 – это 125. 3 множителя. У каждого по одному знаку после запятой всего вместе 3. Отделяем три знака запятой и получаем 0,125. И теперь осталось 0,125 умножить на 0,36. Умножаем 125 на 6. 5 и 6 – 30. 0 пишем, 3 запоминаем. 2х6 – 12 и 3 запоминали. 15, 5 пишем, 1 запоминаем. 6 и 1 – 6 и 1 запоминали. 7. 750. Умножаем 125 на 3. 5 и 3 – 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 3х3 – 6 и 1 запоминали. 7. И 3х1 – это 3. Складываем. Сносим 0. К 5 прибавляем 5 – это 10. 0 пишем, 1 запоминаем. К 7 прибавляем 7 – 14 и 1 запоминали. 15. 5 пишем, 1 запоминаем. К которым прибавляем этот 1? 4. А теперь посчитаем количество знаков после запятой. 3 у первого множителя и 2 у второго. Всего 5. Отделяем запятой 5 знаков. 4 знака у нас уже есть. 1 из них записываем 0. И получаем число. Смотрим, у нас есть 2 нуля после запятой. На конце их можем отбросить и получаем 0,045. По цифре 5 у нас частная разности квадратов двух выражений и просто их разности. Итак, если х равно 5, у равно 3, то мы получим с вами числовое выражение. И именно его значение мы и найдем. Вместо х подставляем 5. Все остальное переписываем. Минус вместо у – 3 в квадрате. Разделить. А во вторых скобках 5 минус 3. Итак, возводим в квадрат. 5 в квадрате – это 5 умножить на 5. 25. Минус 3 в квадрате – это 3 умножить на 3. 9. И разделить. От 5 мы вычитаем 3, будет 2. От 25 вычесть 9, получаем 16. И 16 делим на 2 – это 8. По цифре 6 смотрим. У нас те же самые значения х и у. И здесь, в самом задании, у нас просто убрали скобки. И что у нас получилось? Разность квадрата в первых скобках разделить на х и уже от результата вычесть у. И тогда что мы получим? В первых скобках у нас точно так и будет. 5 в квадрате минус 3 в квадрате. И мы уже знаем, чему это равно. Затем мы разделим полученный результат на 5. И от этого частного вычтем 3. Итак, 16 делим на 5. Представим 16 пятых в виде обыкновенной дроби. И минус 3. Выделяем целую часть. Будет 3 целых. Трижды 5, 15. Вычитаем из 16. И 1 пятая. И минус 3. Будет 0 целых и 1 пятая. Можем представить в виде десятичной дроби, умножив числитель и знаменатель на 2. И мы получим 2 десятых. И можем записать в виде десятичной дроби 0 целых 2 десятых. Итак, переставили скобки. И уже получили другое значение. Поэтому будьте очень внимательны к скобкам. По цифре 7. То же самое выражение. Почти только убрали первые скобки. И получили х квадрат минус у квадрат. Разделить на разность. Х минус у. И тогда мы получаем 5 в квадрате. Минус 3 в квадрате. Разделить на 5 минус 3. 5 в квадрате мы уже знаем. Это 25. Минус 3 в квадрате. 9. 9 мы делим на разность. От 5 вычисли. Это 2. И тогда мы от 25 вычитаем. 9 делим на 2. Это 4 с половиной. 4 целых 5 десятых. И получаем 20 целых 5 десятых. И последнее восьмое. На этот раз убрали все скобки. Х квадрат минус у квадрат. Разделить на х минус у. Подставляем. 5 в квадрате минус 3 в квадрате. Разделить на 5 и минус 3. Сначала возводим в квадраты. Будет 25 минус 9 разделить на 5 и минус 3. Ну и теперь сделаем точно так же. От 25 вычитаем 3. Это 22. А 9 поделить на 5 запишем в виде дроби и выделим целую часть. Чтобы не тратить место. Запишем 9 деленное на 5 как 9 пятых. 9 делим на 5. Берем по одному. И 4 пятых. И минус 1 целая 4 пятых. Так как у 22 нету дробной части, то представим как 21 целая плюс 1 целая. А эту единичку представим как 5 пятых, чтобы мы с вами вычитали дроби с одинаковыми знаменателями. И получаем 20 целых и 1 пятая. Можно представить эту дробь в виде десятичной дроби. Тогда придется числитель и знаменатель умножить на 2. И тогда мы получим 20 целых и 2 десятых. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!